Итак, мы едем дальше. Напоминаю, что это зал «Казан», который превратился у нас сегодня в эпицентр мотивации. Сейчас мы вам на примере покажем о удивительном опыте. Наш следующий спикер Петя Павлович. «Мясье» он попросил именно так его назвать. «Мясье» в мастерской «Петя и мясо». Как вы понимаете, Петей он тоже сам себя попросил назвать. Итак, это пример человека, который круто развернул вектор деятельности. Программиста-намесника. Вот так. Кодил, а потом взял в руки топор. Мы никого не призываем, собственно, делать то же самое, но, тем не менее, нужно, в общем-то, следовать за любимым делом. Аплодисменты нашему следующему спикеру Петю Павловичу. Привет. Смотрите, вот я назвал свое выступление. Хочешь бросить все и начать заниматься любимым делом, спроси меня как. Действительно, я буду рассказывать про это. Довольно интересная история вообще, как я здесь оказался и почему я сейчас стою на сцене на достаточно крупной IT-конференции. Все началось из-за того, что просто я познакомился со Светой Берегулиной, которая директор по маркетингу компании Bittrex, и она была у меня на моих мероприятиях. Хочу сказать, что раньше я был айтишником, сейчас я про это более подробно расскажу, а сейчас я месье, как было заявлено. Что это такое? Месье — это мясник, в первую очередь, то есть человек, который занимается мясом, это я. Но я придумал для себя особенную профессию, которая отличается от привычного понимания, что такое мясник. И теперь я занимаюсь скорее тем, что просвещаю людей в смысле правильного отношения к мясной культуре, и также их кормлю, потому что ну куда без еды, если я что-то мясе. Как я сказал, что я был айтишником. Кто узнает, что это такое? Рамблер, правильно. Там почему-то в этом скриншоте не сохранился логотип, но вполне узнаваемо, что это Рамблер. Да, действительно, моя айтишная история, можно сказать, началась с Рамблера, причем в 2001 году это было очень давно. Так как-то получилось, что вообще, в принципе, и мое образование, школа, друзья, все было связано с интернетом, а это было, на секундочку, конец 90-х, начало 2000-х, как раз та самая пора, когда интернет был просто в максимальном тренде, он начинался, он рос. И хотя я не могу сказать, что я как-то очень сильно себя чувствовал вообще, в принципе, айтишником или программистом или кем-то таким, но поскольку все вокруг меня было связано с этим, то я тоже пошел по этой дорожке. И вот с 1 января 2001 года, интересная у меня дата приема на работу в Рамблере, 1 января 2001 года, представляете, так можно было раньше. И с тех самых пор я работал в Рамблере. Я был айтишником, но я шел по какой-то непонятной для себя дороге, потому что, наверное, все время я, еще со школьных лет, я мечтал о другом. Я хотел стать, с одной стороны, музыкантом, с другой стороны, мне всегда была интересна еда, как и многим, наверное, людям. Я был с 2001 года в Рамблере. Начинал с того, что был программистом, разработчиком. И следующий слайд демонстрирует, что я был плохим айтишником, плохим разработчиком. Я думаю, что кто-то немножко будет смеяться по поводу ПХП. Видимо, разработчиков в зале не очень много. Дело в том, что, да, ПХП — это был один из языков, очень популярный в конце 90-х, начале 2000-х. Я начинал разрабатывать на нем. Сейчас, насколько мне известно, это не самый главный язык для разработки. Хотя, может быть, я ошибаюсь, я очень давно этим не занимаюсь. Айтишник мой был плохим, но, как ни странно, мне посчастливилось на заре как раз развития Рамблера поучаствовать в создании таких проектов, как Рамблер Фото, Рамблер Видео. Они были, кстати, наверное, первопроходцами вообще среди подобных сервисов в Рунете. То есть и яндексовские, и мейловские сервисы получились позже. Но поскольку я был айтишник не очень хороший, то и сервисы были, соответственно, не самые лучшие. Причувствие еды. Что это такое? Я в Рамблере, на самом деле, продержался очень долго. То есть я был разработчиком-программистом, наверное, первые 5-6 лет. Потом я стал больше менеджером. Потом случалось много разных событий. Были кризисы, были разные приходы нового руководства и прочее. В общем, я был довольно ленивый, и я остался в Рамблере надолго. То есть, по-хорошему, почти 13 лет я провел там. Немножечко, конечно, наверное, спросите, вы стыдно мне или нет. Наверное, да, немного стыдно, потому что, в принципе, если было больше смелости, можно было немножко раньше как-то все это поменять. Но, тем не менее, к 2013 году, 2013 год, если кто-то из вас помнит, в Москве лета 2013 года был такой своеобразный бум каких-то фестивалей еды. Было много разных событий, на которых люди, которые не занимались до этого ни ресторанным бизнесом, ничем, вдруг пришли в эту сферу. Я на это все посмотрел и подумал, я хочу так же. И, казалось бы, что мне мешает? То есть, я люблю, умею готовить. А одно из самых распространенных вообще представлений людей, которые как-то мечтают начать заниматься едой, это значит, если я умею готовить и нравиться моим друзьям, значит, я готов открывать ресторан. Я думал, как-то примерно так же, наверное. Но, слава богу, я довольно быстро понял, что это не так просто. Но все же, довольно сложно было, наверное, принять это решение и уволиться из большой IT-компании с хорошим окладом, в которой я проработал действительно долго. Но как-то все совпало, и интересные руководители из компании уволились, и 2013 год, это, на секундочку, как раз за полгода примерно до событий 2014 года, резкого изменения курса доллара, никто об этом не знал, я тоже. Поэтому, наверное, я сделал такой хитрый шаг, решил просто уволиться и пойти в никуда. И теперь я это решение иллюстрирую обычно вот такой картинкой. Потому что, да, это действительно так. Ну, у меня был, конечно, наверное, некоторый плюс в том, что не было никаких обязательств, каких-то, не знаю, кредитов, детей, серьезных вещей, которые меня могли бы удержать от такой резкой смены деятельности. Да, и была определенная финансовая подушка, то есть какой-то запас денег, который я смог заработать. Поэтому я это сделал. Но так или иначе, никакого плана, куда двигаться дальше, у меня не было. Более того, я уже сказал, что я в данный момент являюсь мясником и человеком, который не только работает с мясом, еще и много рассказывает про это. На тот момент я вообще не понимал, кем я стану, и стану ли кем-то вообще в этой области. Я думаю, что это, если как-то следовать идее вообще конференции про энергию, про мотивацию, про что-то новое, это, в принципе, довольно важный момент. Порой, наверное, нужно в этой жизни сделать что-то совсем непредсказуемое, что от вас никто не ожидает. Вот я сделал именно это. И вы знаете, по факту, спустя сейчас несколько лет, могу сказать, что, наверное, этот поступок, когда уход из IT-компании небольшой, с какой-то серьезной должности, он больше всего и восхищает людей, которые смотрят на меня и говорят, «Нифига себе, ты правда это сделал, это прям круто». И, как ни странно, таких людей не очень много. То есть многие люди меняют там как-то, может быть, свой курс как-то не так сильно. Вот я прямо решил просто бросить все и окунуться в новый омут с головой. Для меня это был первый шаг, это была школа Рагу. В Москве был такой ресторан Рагу, может быть, кто-то помнит, и при нем была школа. И буквально за, как сейчас помню, у меня был 13 сентября день увольнения из компании, и 12 сентября, прямо за день до этого, до написания заявления, я пошел учиться в кулинарную школу. Опять-таки, без какого-то плана, просто пошел, потому что мог. Там буквально на последнее место попал, которое было в этом классе. Отучился там, и, конечно же, встал вопрос, чего делать дальше. Опять-таки, никакого плана далеко идущего не было, я решил пойти постажироваться в парочку московских ресторанов. Мне даже посчастливилось оказаться на кухне гостиницы «Метрополь». Это очень интересно, потому что это огромные помещения в подвале гостиницы. Вы представляете, вот размер гостиницы, подвальные помещения — это все, что относится к кухне, заготовке, вот это все. Это очень интересно, потому что это действительно очень старое здание, таких пространств, таких кухонь, ресторанных, наверное, даже больше-то и нет. Потому что все кухни ресторанов обычно довольно компактные помещения. Дальше я пошел стажироваться к одним на тот момент известным рестораторам. И вообще идея мяса, как какого-то достаточно узкой сферы, она возникла уже при них. И могу даже сказать, что не я был автором этой идеи. То есть я сам не додумался до того, что можно стать не каким-то шеф-поваром в кубе или, точнее, сферическим шеф-поваром, а не ресторатором, а можно пойти по какой-то более узкой колее, какую-то занять нишу. Вот эта ниша возникла там. И тоже такой, можно сказать, интересный поворотный момент для меня был, когда мне предложили поехать в Америку, поучиться стать мясником. Причем мясником не в том смысле, в котором можно себе представить здесь, в России, а мясником в смысле того, как это принято в странах с развитой мясной культурой. Это сильно отличается от того, что принято у нас. То есть вот этот традиционный мужик в грязном фартуке с топором на рынке — это вот наш мясник. А мясник американский, мясник европейский — это такой более интеллигентный человек, он как-то более опрятно выглядит, он более аккуратно работает, никаких топоров у него нет, ни щепки в сторону не летят. На самом деле его работа очень аккуратна, очень наглядна и эстетична, я бы даже сказал. В принципе, работа с мясом — это процесс эстетичный. Хотя нам, наверное, выросшим в СССР, кажется, что это не всегда так. Случилась летом 2014 года поездка в Америку. Вот, кстати, на Афоне эта фотография — это действительно я. Тогда не было бороды, борода потом выросла. Это я, собственно, в ремесленной мясной лавке, где я учился. Это была ремесленная мясная лавка. То есть это не какой-то большой завод, это именно маленькая лавочка. Был там тоже не очень большой цех, где, соответственно, разделывали животных, которые были выращены на фермах вокруг Нью-Йорка. Это такая тонкость подхода, потому что, опять-таки, в отличие от какого-то индустриального подхода, который, может быть, есть и у нас тоже, и в других странах, когда огромные заводы перерабатывают много-много туз животных, это все такое очень автоматизированное, здесь было все вручную. Это был ручной труд, и именно этому я учился. Именно это я сейчас показываю тоже на своих каких-то мастер-классах. Это, на самом деле, очень интересно, познавательно. И эта тема отдельного разговора, конечно, просто в это выступление не поместится точно. Вот, я провел все лето там, причем, когда мне предложили поехать учиться, это было так, что типа, ну, есть у нас там вариант, можно поехать поучиться в школу. Ну, ты там подумай, потому что, как бы, ну, то есть три месяца все-таки надо уехать из Москвы, из России. Я такой, what? Думать? Конечно, я сразу согласился, потому что, ну, мне кажется, такое предложение возникает не очень часто. Вот. Меня, кстати, спрашивали потом, не хотел ли я остаться. То есть, как бы, уехал в Америку, там мясо, все такое, то есть там культура классная. Но, на самом деле, нет, потому что все-таки я туда поехал не совсем по, не совсем сам, да, как бы, то есть меня туда отправили на обучение, и определенная договоренность была, которая потом дальше держала меня некоторое время по возвращении из Америки в Москве. Вот. Следующая картинка, наверное, знакомого всем художника Васи Ложкина, показывает не только мое отношение к жизни вообще, но и, в частности, к тому, что стало происходить со мной после возвращения. Изначально план был такой, что мы хотим, мы с теми рестраторами, с которыми я сотрудничал, что мы хотим построить что-то похожее на то, чему я учился в Америке. Вот. И с течением времени как-то стало понятно, что немножечко наши планы расходятся, как-то вот, ну, то есть что-то, какие-то моменты из того, чему я учился, конечно, я использовал, но, в общем и целом, мне все больше и больше казалось, что я занимаюсь чем-то не тем. Чем-то не тем, чем хочу. То есть как бы я работал там на тот момент в кафе «Юность», может, кто-то знает, в Москве есть такое кафе, и там я был мясником, и про меня в том числе там писали на «Виллоджи», была довольно известная статья, через которую многие тоже узнали про то, кто я такой. Может быть, кто-то из вас тоже здесь есть, не знаю. Если есть, поднимите руку, пожалуйста. Я не вижу ни одной руки. Хорошо. Вот. Но тем не менее. То, что я хотел делать сам, в «Юность» делать не получалось. Поэтому я, опять-таки, выдержав какое-то время, которое там подговоренности должен был провести с этими людьми, и я решил отправиться в собственное плавание. И следующий кадр, следующий слайд. Нет, это не следующий, это предыдущий. Вот следующий, вот этот. Он не случайно без смешной картинки, хотя вы не особо смеетесь над моими картинками, что тоже странно. Вы, наверное, очень серьезные люди. Вот. Этот слайд не случайно без серьезной картинки, потому что это, наверное, то, на чем я хочу заострить внимание особенно сильно. Потому что делать то, что хочешь именно ты, это в итоге стало таким вот для меня девизом последних лет. То есть можно поменять профессию, но покуда ты ограничен мнением и влиянием каких-то других людей, ты порой не можешь делать того, к чему у тебя лежит душа. Так, я понял, что надо все-таки как-то немножечко стать уверенней и принять на себя риск принятия решений самостоятельно, потому что только так все-таки можно чего-то добиться, того, что ты хочешь, того, что ты чувствуешь. Вот. Если до этого можно сказать, что я немножечко как-то плыл по течению и как-то боялся, наверное, что-то сделать сам, как-то выступить, или открыть что-то свое, то в этот момент я понял, что все-таки надо быть самому тем человеком, который принимает все решения. Уволившись из юности, я еще какое-то время пытался тоже запартнериться с какими-то людьми, известными достаточно в мясной индустрии в Москве, то есть связанными тоже с мясными ресторанами, с мясными производствами, но то же самое. То есть у людей совершенно другой взгляд на то, что нужно делать по этой тематике. Я видел свою какую-то идеальную мечту. Моя идеальная мечта — это было проводить мастер-классы, на которых бы я показывал людям, как из животного получаются известные всем какие-то части, стейки или прочее. При них же я эту еду готовил, проводил такие интересные познавательные ужины, как раз ровно то, чем я занимаюсь сейчас. Но никто из тех людей, с кем я пытался запартнериться, не разделял со мной эту идею. Поэтому все-таки я решил вначале просто пойти… То есть искал пока, с кем можно мою идею реализовать, не нашел. И следующим моментом опять возникает картинка с брундучком. Причем вы же понимаете, что этот брундучок не самый умный из двоих. Это как раз глупый. Этот слайд символизирует то, что в итоге примерно полтора года назад я пришел к пониманию того, что нужно запускать свое какое-то дело интересное. И сейчас можно сказать, что это было очень правильное решение, хотя и непростое. Я не могу сказать, что я прямо весь такой отважный был сам. Поскольку у меня не было никакого опыта в бизнесе, то понять, как взяться за открытие собственного дела, у меня не было никаких примеров, ничего. То есть не было ни навыков, ничего. В этом месте мне помогла моя девушка, у которой есть свой, пусть маленький, но успешный бизнес в области корпоративных подарков. И она помогла мне на самом деле больше всего поддержкой. Поддержкой и таким правильным пинком того, что типа, чувак, вот надо начать именно сейчас. Потому что понятно, что у многих, у меня там, как у довольно ленивого человека, всегда были бы какие-то оправдания по поводу того, почему это нужно делать не сейчас, а может быть через год, может быть дождаться еще чего-то, каких-то там фаз Луны, каких-то там новых, может быть, партнеров или кого-то еще. Ну, кстати, важный момент, что мне, наверное, не хватало партнера, и партнера в смысле бизнес-партнера, да. И вот, наверное, таким бизнес-партнером девушка на первом этапе и стала. Это прямо хорошо, потому что она прямо поддерживала там советом, как правильно двигаться, поддерживала тем, что привлекала по своим знакомствам людей, которые приходили в мясную мастерскую. И здесь возникает слово «мясная мастерская», потому что вот это вот слабоумие и отвага означало, что полтора года назад я запустил мясную мастерскую, то есть свое небольшое пространство в Москве, в котором как раз все то, что я хотел, я сейчас и делаю. То есть там есть, оно довольно маленькое, там всего 60 квадратных метров, но тем не менее там есть все, что нужно для того, чтобы показывать профессию современного мясника. Там есть красивый деревянный стол для разделки, там есть холодильная камера, в которой за стеклом подвешены большие туши специальных мясных животных. Это тоже очень важный момент, но не совсем для этого выступления. И там есть такая гостевая зона с большим коммунальным столом на 14-15 человек, где мы, собственно, и проводим ужины, познавательные ужины, что является, наверное, сейчас самым популярным форматом того, что происходит в мастерской. Вот. Этот слайд показывает меня образца двухнедельной давности. Это как раз, но это не в мастерской, это в питерском ресторане «Хич», потому что меня теперь зовут тоже на всякие разные мероприятия, связанные с мясом в других каких-то местах. Вот. Ну, примерно это показывает, наверное, как это выглядит со стороны. То есть да, вот здесь передо мной на столе достаточно большие куски говядины, вот там, кстати, целое бедро быка. И я прямо перед гостями его разделывал, показывал, откуда берутся какие-то части, и тут же прямо на месте мы готовили, там, в частности, из бедра мы делали тартар. Вот. Мало кто знает, что из ноги животного можно прямо вот из-под ножа сделать тартар. То есть нарезать быстро, замешать его с минимальным количеством ингредиентов, и получится вкусная еда. Вот. Но, тем не менее, это так. Не так все просто получилось, как я хотел. То есть на самом деле, на самом деле, в начале, когда я все-таки решил открыть мясную мастерскую, немножечко было, конечно, боязно, непонятно, что там конкретно делать. Я начал с того, что делал там какие-то вначале ужины для знакомых, потом какие-то мастер-классы, на которых я просто собирал любопытных людей, которые смотрели на мое мастерство, на мое ремесло. Но в итоге мне посчастливилось все-таки все проблемы решить. А проблем у нас с мясом в России много, в частности, откуда взять мясо хорошего качества в большом куске. Ну, опять-таки, это не совсем тема этого выступления, но скажу просто, что это довольно сложно. И так или иначе, если ты делаешь то, что хочешь, ты удивительным образом в итоге приходишь к какому-то интересному результату. И все эти проблемы были решены. Я нашел поставщика интересного для меня мяса, запустил маленькую школу по разделке. Вот у меня примерно раз в месяц проходит такая школа, когда я беру трех учеников. Как правило, это люди совсем не из ресторанной сферы, то есть ни повара, ни мясники, а, кстати, даже чаще всего какие-то люди из корпоративной какой-то среды. Я этих людей обмундирую с помощью кольчуги, ножей, всего, что нужно для разделки, все то, чему я учился. И мы в течение четырех дней разделываем реально полтушу быка. А это на секундочку порядка 200 килограммов мяса. Это прямо много. И получается, что я таким образом то, чему я учился в Америке, я в итоге это вот здесь, в Москве, в каком-то таком достаточно компактном формате и воспроизвел. И можно сказать, что, вы знаете, это успех. Это успех. То есть, наверное, полтора года назад это было неощутимо, что это будет успехом. Но мне кажется, что вот как раз здесь стоит рассказать про тему конференции про энергию. Когда я работал в Рамблере уже много лет назад, я никогда не выступал на людях, никогда не рассказывал ничего. То есть, у меня не было никогда ни желания, ни, наверное, вообще какого-то рвения о чем-то рассказать. Когда я стал заниматься любимым делом, мясо сейчас для меня это любимое дело, хотя я не очень люблю его есть, я больше люблю его готовить, показывать, разделывать. Я почувствовал, что я это делаю просто как заряженный. Хотя вот я, в принципе, по характеру, по натуре интроверт и вообще не очень люблю какие-то публичные выступления, но, тем не менее, я стал выступать. Вот видите, сейчас выступаю перед вами. И это успех, правда. Спасибо. Интересно, что в процессе развития мясной мастерской на самом деле профессия поменялась моя. То есть я, когда учился в Америке и когда дальше продолжал работать здесь, в Москве, я думал, что вот кем я буду мясником, что я буду стоять, разделывать какие-то туши или, может быть, мясо продавать где-то или что. То есть что это будет, как этим заработать можно? Я понял, что это как бы не тот путь, по которому стоит двигаться. А профессия новая родилась вот сама по себе. Я стал больше, наверное, выступающим, чем режущим, чем готовящим. Хотя, конечно, я делаю и то, и то. Но вот способность рассказать интересно, донести понятным языком до простых людей мясную культуру, и не только мясную, а на самом деле все, что связано с едой вообще, которую мы едим, а это огромная, очень интересная тема. Я могу про это рассказывать еще часа два. Если мне тут сейчас выделят отдельное помещение, то кому интересно, можно переместиться, мы там про это поговорим. Теперь я могу про это рассказывать просто очень много, и это действительно какая-то новая для меня, новая профессия, которая мало того, что это интересно, это еще и успешно финансово. То есть это приносит мне сейчас больше денег, чем я зарабатывал до увольнения в Рамблере. Это прям классно. Поэтому вот этот кадр, наверное, и можно подытожить все, потому что я пытался как-то какие-то интересные мемы из интернета взять, потому что вы же знаете, они все довольно смешные. То есть в принципе надо смеяться в этот момент, почему-то никто не смеется. Но потому что мем действительно был «Это Петя», так совпало. «Я тоже Петя». Вот, видите, он мясник почему-то в шапочке, и он делает то, что хочет, и так, как хочет. Это очень важно. То есть не просто делать то, что ты хочешь, там прийти в ту профессию, в которую ты хочешь, а постараться там поставить, установить свои правила. Это прямо, не знаю, для меня это то, что меня очень сильно вдохновляет. И может быть, я не знаю, кто-то из вас тоже думает о чем-то таком. Хотя странно, конечно, на айтишной конференции показывать пример айтишника, который перестал быть айтишником. Ну а почему нет? Может быть, кому-то из вас тоже это близко. «Петя умный, будь как Петя». Как-то так. Спасибо, ваши аплодисменты. Петя, мы вас так просто не отпустим. Хотя, конечно, исчерпывающе. В общем-то, последний слайд. Все-таки есть вопросы через мобильное приложение, поэтому давайте быстро пробежимся. В каком возрасте вы решили кардинально сменить род деятельности и стать миссией? Сколько вам лет было, вот когда все это случилось? Кто-то хочет освежить память. Да, мне было 34 года, когда я уволился. 34 года. То есть, наверное, с кризисом среднего возраста это, наверное, не связано. Рановато. Я не знаю, что такое кризис среднего возраста. Это когда? Это вот сейчас? Это он или потом будет? Ну, не знаю. Ну, видимо, все индивидуально. Конечно, очень удивительная у вас траектория. Что лучше, стейк или тартар, спрашивают нас? В зависимости от того, что вам больше нравится. Мне нравится, допустим, свежеиспеченный хлеб с маслом. Вот. Смотрите, есть еще третий вариант. Если я не хочу менять сферу, но устал от текущих проектов, что можно сделать? Хобби не работает так же? Если еще раз что? Если я не хочу менять сферу, но уже устал от текущих проектов, что можно сделать? Хобби не работает так же? Так звучит этот вопрос. Ну, странно, потому что если устал, то, видимо, надо все-таки что-то менять, и достаточно сильно. Ну, если человек хочет остаться в этой сфере. То есть нужно что-то, видимо, менять внутри этой сферы. Ну, если он может это сделать, почему нет. Пусть поменяет сферу изнутри, если так можно. Ну, то есть этой серии, даже если вас съели, у вас всегда есть два выхода. Примерно, да. Примерно так. Еще один вопрос. Сколько вам приносит мясной бизнес? Сколько мне приносит бизнес? Да. Ну, вы, конечно, сказали, что приносит больше, чем когда вы были в Рамблере. Да, ну, он приносит ощутимые деньги. То есть это я, может быть, не готов там назвать конкретную цифру, но это правда, я думаю, что это больше, чем средняя зарплата, там, не знаю, менеджеры среднего звена в Москве. Зарплата сейчас. Я просто даже не помню, какие сейчас зарплаты, честно говоря. Потому что не нужно, да, думать о зарплатах. Ну, это сотни тысяч рублей, вот так скажу. Петя, классный, на самом деле, у вас пример. Действительно удивительная траектория. Путь к успеху бывает извилист. Но все-таки вы сами не опасаетесь, что вы, ну, такая ярчайшая, ярчайший представитель той самой ошибки выжившего. То есть вот будь как Петя, возможно, кого-то приведет к, ну, к краху, что ли. Ну, конечно, мой рассказ — это не призыв к действию делать всем ровно так же. Тем более, что, если вы могли обратить внимание, то многие шаги были сделаны довольно случайно, и многие из них даже были сделаны не мной. Вот, поэтому это, да, это, наверное, история успеха уже случившегося. Но, тем не менее, я думаю, что если не попробуешь, то ведь не узнаешь. Поэтому как-то так. Надо пробовать все равно. Это я сейчас, конечно, так красиво говорю. Конечно, пять лет назад, блин, я стремался очень сильно. Но в любом случае это очень жизнеутверждающее. Итак, если что-то не идет, ну, попробуйте поменять это. Ваши аплодисменты, Петя Павлович, месье. Спасибо.